Слышно, 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 там на задних редакциях нормально, окей, я можно... Можно не буду держать или вам надо? Да, лучше держать, чтобы у нас лучше были с... Хочу вам сегодня рассказать про полимер. Кто знает, что такое полимер? Полимер, руку, руку. Выше, 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 руку. Окей, окей. Следующий слайдик. Что такое полимер? На самом деле я очень долго искал. Есть два варианта, что такое полимер, но официальный вариант это библиотека. Библиотека, которая позволяет вам делать приложение легко, красиво и масштабируемо. Почему масштабируемо? Потому что... Потому что... Слышно, 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 окей. Потому что мы... У нас сейчас первая проблема – это наши приложения на мобильных устройствах. И мы хотим их делать одинаково везде. И в интернете ходит такой ролик, когда человек запускает одно и то же приложение у себя на суперандроиде, на дисктоп-компьютере, и у него все транзишены полностью, вся анимация повторяется, и она работает офигенно. Как сегодня на хабре в гугл-блоке зарелизили такую новость небольшую, что в новом андроиде, который L, будет поддерживаться нативный полимер и без полифилов. И вы можете уже делать нативные приложения, потому что там крутой WebView будет. Вот. Так что можете изучить. Крутая тема. Кто знает, что такое второе? Ну давайте, поднимайте руки. Ну ладно, ребята. Ребята, это полимер от Mozilla. Да. То есть конкуренция должна быть на рынке на самом деле. И Mozilla тоже сделала такой, он называется X-Tag. Он похож для любителей более хардкорного GS, потому что полимер такой более не GS, скажем так. А X-Tag крутой. Но мы не про это сегодня. Я просто показал. Вот. На самом деле, что у них общего? Они все используют веб-компоненты. Веб-компоненты. Такая крутая тема, которая сейчас продвигается везде в V3C. И все им следуют и очень хотят их применять везде на всех сайтиках, во всех мобилах и даже в вашей микроволновке. Вот. Так что давайте смотреть, что такое веб-компоненты и к чему они нас приведут. Веб-компоненты. Это кусочек, но основной кусочек. Они нам хотят в HTML-импорт. Очень классная тема, на самом деле. Я попробовал. Мне очень понравилось. Можно все сейчас разделять. У вас такая распределенная логика между вашими темплейтами. Очень удобно. Ну, сами темплейты HTML. Кастомные элементы. Ну, это уже было в HTML5, но вот они добавили тоже. И Shadow DOM. Shadow DOM тоже прикольная штука. Вы никогда не видите, что у вас отрендерится. Это называется Shadow DOM. Давайте поговорим о полимере. Полимер можно использовать, ну, как предлагается. Можно делать свои кастомные элементы, можно использовать готовые. Готовых очень много. Для того, чтобы использовать готовые элементы, мы идем куда-нибудь, где-нибудь его ищем. Есть в Polymer Element Library есть такая сайтик, который поддерживается своим полимером. Они делают стандартную библиотеку, которая приближена к Material Design. И там все так красиво. Там кнопочки нажимаешь, они там прямо переливаются. Очень мне понравилось. А также на GitHub. Вы можете найти чужие, сделать свои, тоже выложить, и кто-нибудь найдет ваши и будет использовать. То есть это очень хороший ресурс, если никто не знает. Так вот. Вы скачали, вы подключили. Вы используете такой крутой параметр link, metatech link, который использует импорт, и вы через href подключаете свой темплейт. Темплейт в данном случае это какой-то HTML файлик, который содержит тот элемент, который вы скачали. И, и, и magic. Вот. Ой-ой-ой. Блин, блин, блин. Назад, назад чуть-чуть. О, да. Вот один раз, один раз, один раз. Вот. Вы вставляете тег, и все у вас работает. Ну то есть вы вставляете, у вас так все. Header, body, один тег, и у вас разворачивается сайт. Очень хорошая структура, особенно для людей, кто работает с Angular. Кто-нибудь работал с Angular? Отлично. Вы все это знаете, как это вставить один тег, и у вас будет сайт. Вот. Тут тоже самое, только Angular теперь не нужен. Особенно кастомеру нравится, он так вставляет, и у него все работает. Вот пример. Как вы думаете, что он делает? Окей, я подскажу. Он делает аяк запрос. Да. Как вы поняли, это стандартный элемент из библиотеки Polymer. Он делает запросик. То есть она, мы указываем в атрибутах то, что мы хотим сделать, и указываем это просто в теге, вставляем страницу, и у нас все работает. Он работает с темплейтом, который вставляется, и у вас на странице мапится вот на эту переменную, handleResponse. То есть мы делаем куда-то на YouTube, хотим посмотреть что-то там, какие-то видео с котятами, например, и получаем их в JSON, как ни странно, и передаем это в handleResponse, и у вас все работает. То есть вы вставили, и у вас работает. Вот это мне очень сильно понравилось. Я просто вчера долго очень мучился, чтобы у меня все заработало, но все заработало. Вот. Да. Это вы можете так использовать. То есть на самом деле библиотека огромная, она добавляется, вы можете делать сами, и я сейчас расскажу, как сделать самим, чтобы вы добавляли в эту библиотеку. Добавляли. Вот. Мы сами креатим элементы. Креатить элементы на самом деле легко. Вам надо просто зарегистрировать тег, задефинить view и синхронизировать данные. Данные синхронизируются между вашим кодом и вашим темплейтом. Начнем. Для разнообразия я привел код стандартного API JavaScript, который вы можете сейчас использовать, не применяя при этом полимер. И вы сделаете то же самое, что делает полимер. Давайте представим. Вот вы делаете такой тег-темплейт. Мы это все можем сделать. У нас HTML5. Мы делаем тег-темплейт, вставляем какой-то темплейт. Красивые тут все у нас. ID-шники. Вот. Все как надо. Кнопочка. Идем дальше. Мы делаем такой небольшой код на JavaScript. Я его потом попозже покажу. О, Миша. Миша, ты мне будешь нужен через три слайда. Вот. Вот этот JavaScript код, который мы пишем для того, чтобы у нас работал наш темплейт. И мы делаем myCounter. Ну, это будет counter. Он будет… Мы будем нажимать на кнопочку и у нас будет увеличиваться число. То есть как… Так. У нас есть… У нас есть… У нас есть… Экземпл. Если он есть. Вот. Я сейчас вам экземпл покажу. Меня слышно? Видно? А ты сделал на весь экран, да? Да. А как сделать на весь экран? F1? Shift command F. Shift command F. Окей. Вам что-нибудь видно? Ничего не видно, да? Ничего не видно. Поэтому сделаем. Вот. Смотрите. Я вам показывал. Вот это вот наш темплейт. Все как на слайдике. Все как на слайдике. Темплейт и мы сюда вставили. Это HTML. Он нам уже не нужен. Вы все запомнили? Зафиксировали? Зафиксировали. Мы его скроем. Вот наш JS. Миша, иди туда, будешь мотать. Ну там же стандартный API. Вот. Короче, стандартный API. У нас есть функция, которая сам запускающийся. Она делает. Мы находим в коде темплейты. Находим, сделаем object create. Короче, делаем прототип из HTML элемента. Всем видно? Задние ряда. Я вам озвучу. HTML прототип. Потом мы делаем shadow дом root. Shadow root. Вот. Потом мы это все append, вставляем, находим, инкрементим. И там… Давай, мотай, мотай. Вот. Вот здесь вот мы смотрим за нашим проектом, за нашим проектом, чтобы он там… Если observe у него случился, то нам надо сразу тоже заинкрементить его. Вот. И это все добавляем, регистрируем наш элемент как myCounter и у нас все работает. То есть, Миш, нажми на кнопочку. Давай, давай. Вот. Вот. Все, видите, работает. Да. Touch screen. Touch screen. Так при помощи двух программистов можно сделать touch screen. Вот. Это стандартный путь, который вы можете сейчас использовать и писать свой код и представлять, что вы пользуетесь полимером. Можно переключить нас обратно. Спасибо. Сам пользуешься макбуком. А, моталка. Подождите, моталка. Вот. Стандартный. Всем понравилось? Мы сейчас вот так пишем иногда. Следующее. Следующее. Вот. Наш полимер. Что нам надо сделать, чтобы у нас все работало точно так же, но с новыми технологиями? Мы все любим новые технологии. Там большие телевизоры, крутые приставки и полимер. Вот. Мы подключаем веб-компоненты. Веб-компоненты нам нужны для того, чтобы у нас все работало. То есть подключали всякие наши… Ну, чтобы мы могли грузить HTML-ки и всякое другое. И так же мы подключаем полимер HTML. Импортируем. Сейчас это модно. Импортируем. Мы не подключаем, уже импортируем. Вот. Не смотрите, что это HTML. Он на самом деле внутри имеет JS, который очень много полифилов подключает. И это очень больно для нашего приложения будет в последующем. Я вам покажу потом. Вот. Мы подключили все. Мы идем в body. В body мы делаем полимер элемент. Это такой стандартный элемент, элемент тег, по которому он делает свое приложение. Для того, чтобы сделать ваш кастомный виджет, вы делаете полимер элемент, называете его. То есть он называется myCounter. Ну, мы не уходим никуда. Он имеет template и JavaScript. В template вы можете конкретно делать стиль для этого элемента и для него верстку. Также внизу в JavaScript вы сможете сделать JS для него. То есть у вас получается полимер элемент. Это такая независимая структура типа BAM только от Google. Вот. Мы это сделали, заверстали, сделали красивые стили. Я не указывал. Мы… Давай ты. О. У меня есть пульт управления Мишей. JS. В JS все просто. У нас есть полимер такой, который принимает название то, что он смотрит. Миша. Миша. Это не я. У меня все работает. Это не jvite. Это потуха. Да, jvite. Враги. Враги. Вот. На чем я… Ага. Вот. У нас JavaScript. Есть полимер. Он имеет название. Мы маппим наш template по названию и ставим переменные. Если вы могли заметить… Назад, пожалуйста. У нас есть две переменные. Сейчас, как модно, двойные брекеты фигурные. Поэтому сейчас все так используют. И они решили не уходить, чтобы, ну, людям, которые придут со стороны, было привычнее и они поняли, что это переменные. Вот. У него есть counter. Это наша переменная. И есть onTab. OnTab – это функция, которая будет выполняться на какое-то действие. OnTab – это виртуальный такой ивент, который отслеживает ваши клики и также пальцы. Пальцы тоже отслеживают. Да. Вот. И в итоге мы вставляем myCounter на страницу и у вас все работает. Все. Magic. Мы идем на следующий. Вот. Нет. Назад. Вот. Нажмите, пожалуйста. Вот. У нас быстро загрузилось. У меня же хороший интернет. Короче, вот где-то здесь то же самое. Можно приблизить. Вот. Вот. Если мы на нее нажмем, да, то она тоже делает. Соответственно, value… Ну, это такой же пример, но на… Хватит. Хватит. Да. Kinect. Вот. Это такой же пример, только при помощи полимера. На самом деле очень показательный пример, потому что кода очень мало… Переключай. Кода очень мало, да, но… А что? А, вот. Очень мало кода, но вы можете сделать таких много, сделать любые кнопочки, сайты, форму регистрации, форму заказа товаров с товарами. И все это можете сделать одним виджетом. То есть там безграничные у него возможности. Там можно итерироваться, посылать свои запросы, делать one-page application при помощи одного тега. Ну, то есть интересно. Интересно это… Они себя позиционируют как дополнение к Angular, но его не замена. Потому что Angular в версии 2 будет использовать веб-компоненты, но не будут использовать полимер. Вот. Может, полимер умрет, потому что сейчас у него 0.5, по-моему, версия. Вот. Great. Да. Это… Я считаю, это очень хорошая библиотека, которая позволит вам все это хорошо делать, но есть всегда но. Правда, Миша? Без ноем и никак. Бат. Дальше. Для того, чтобы разрабатывать на полимере, нам нужен сервер. Вот. Вся проблема в том, что когда вы импортируете HTML-ки, у вас браузеры ругаются на то, что у вас кроссдоменный запрос. Вот. Потому что есть такая проблема. Вы не можете файл подтянуть и импортировать его в HTML. Поэтому даже в 5-минутном туториале, как быстро написать на полимере, вам предлагаются запустить Python simple server HTTP, чтобы… Четыре минуты. Четыре минуты рассказывают, как запустить сервер и одну минуту, как подключить полимер. Так что используйте сервер. То есть это уже немножко более продвинутая разработка, нежели вы писали бы обычный HTML-код. Хотя они себя позиционируют как реально HTML. Следующее. Вот это. Кто знает, что это такое? Кружочек. Я скажу. Это вот 353 килобайта и 91 секунда, ой, 92.08. Это грузилось наше приложение, вот это с одной кнопочкой в браузере. Все потому что сейчас очень маленькая поддержка полимера на самом деле и надо грузить очень много полифилов. А полифилов там очень много, поэтому мы загрузили 79 GS для этого. Причем я, если честно, я не заморачивался с оптимизацией, потому что я решил пойти обычным путем. Каждый из нас разработчик хочет его пощупать. Например, полимер, да. Вы идете на полимер project.com, скачиваете, там предлагается три варианта. Либо установить из бовера, либо скачать zip-архив, либо склонить из гитхаба. Вот. Вы это все делаете, подключаете и вы видите такую картину. Кнопочка и один текст грузится у вас 91 секунду. Вот. Ну все, я после этого закрыл и решил вам об этом рассказать. Да. Это Firefox последний. А потому что ты между табами переключался еще минуту. Да. Окей. Можно следующий? Следующий слайд. Да, следующий слайд. Так. Это слайд что? Это слайд поддержки. Поддержки полимера. Как я недавно узнал вчера, полимер, оказывается, разрабатывается совместно с ребятами из Google Chrome. У Chrome можно… Да. У… Ту-вей-бандинг. Ту-вей-бандинг. Отлично. Вот. Отлично. Работает. А нажимает? Не работает. Вот. На самом деле нативная поддержка полимера. Натижная поддержка полимера существует только в Chrome Android, в Chrome и в Chrome Canary. И все. Но это как бы поддержка, скажем так, веб-стандартов, нежели полимера. Потому что если можно здесь вот посмотреть сблизи… Вам там видно? Окей. Спасибо. Вот. Тут 4 из 5 реально веб-компоненты и Firefox как-то очень хромает с ними. Хотя они свой написали. Видно, у них там полифилов еще больше, чем в полимере. И E10 вообще не поддерживается. Safari тоже не поддерживается. И Mobile Safari тоже не поддерживается. Вот. Так что вы можете это использовать только в Chrome и в Chrome. И в Chrome. И в Opera. И в Opera. Да, в Opera. В Яндекс.Браузе. В Яндекс.Браузе. Нет, нет, нет. В Яндекс.Браузе нельзя. Там же это, там же WebKit. Там вот как в Safari 6+, точно так же в Яндекс.Браузе. Вот. А есть полифилы? Полифилы. Полифилы все грузились у нас в 79 GS и они поддерживаются везде. То есть и E10+, и, ну, с некоторыми ограничениями. Limited. И Safari в одном месте. В темплейтах. Они и темплейты не поддерживают. А так все можете использовать вместе с полифилами, но надо будет писать еще сверху какой-нибудь обработчик для того, чтобы знать, какие полифилы вам нужны и грузить реально только то, что нужно. Вот. Я не заморачивался и я ждал свою почти полторы минуты, свою страничку. Линки. Что у нас с линками? С линками у нас все просто. У нас есть Polymer Project.org. Это главный сайт. Вы там можете посмотреть туториал, какой-то документаху, опишку. Там же есть библиотека. Кнопчик всяких там няшные, импуты. Вам всем понравится. Мне понравились. И TodoMVC. Ну как же без него? Вы можете его скачать, посмотреть. Он быстро работает на удивление. Но все-таки посмотрите, расковыряйте и напишите свой. Вопросы? Пожалуйста. Короче, вот в стиле, который там можно… Подождите, это там же первое было. Подождите. Давайте вот. В чем все-таки его преимущество? Чуть-чуть меньше ухода писать? Преимущества нет. Потому что он построен на веб-компонентах. Он полностью использует. Получается, веб-компоненты это такая типа IP. А это библиотека, которая это jQuery. То есть, читайте это jQuery с Bootstrap. У вас есть и визуальный какой-то контент, и няшная штука, которую вы включаете, и у вас все работает. Вот. То же самое будет с виджетами, например, это будет как плагин для jQuery. И виджеты там визуальные типа Bootstrap UI. Это все… То есть, мы как-то движемся в возбужденном на неспособенном единиле. Да, да, да. Для двух разработчиков это плохая вещь. Да, 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 абсолютно. И когда вот там все в один файл упаковывалось, там стилы ToPlay и JavaScript. Получается, стилы они как бы не изолируют. То есть, они действуют на селекторы, на подействие на все. Они действуют только внутри Ана. Только внутри Ана. Потому что он находится в шедоу доме. То есть, в шедоу доме ограничиваются. Это как X-Frame по-новому. То есть, вы делаете конструктивированные стилии, и они непосредственно работают в полимерии внутри. Там есть же какой-то флажок, чтобы нужно было наследовать внешний стилик. В шедоу доме, да. Да, но просто в примере как-то такой активной настройки нет. То есть, там вот ты просто нахаживаешься. В этом теме, в JavaScript или в селекторы тоже. Только к темпойке. Да, там получается, что я смотрю. Ты к темпойке у тебя как будто… Да, да, да. А у тебя HTML и все. И CD-ли на это, что мы делали. И JS тоже, наверное, что мы делали. То есть, вы просто берете этот кусочек, перетяскываете в вашу работу. То есть, B, там где-то в корабле. Давайте ребят, ребят, я вчера смотрелся в X-Frame. То есть, в реальности это мертвая штука какая-то, да? Аааа… Это не только не жидать, что вы делаете. Нет, на самом деле, как только совсем браузер будет платить, то это будет довольно-таки нормально. То есть, решает проблемы с полукроминутами, да? Да, решает проблемы. На самом деле, в браузер Google тердерживаются компоненты. Эту штуку можно использовать, потому что, скажем так, на данном проекте я сейчас работаю, мы точно так тоже делаем в Google. Потому что нам надо, грубо говоря, мы сделаем такую платформу, которая будут пользоваться project-менеджерами или бизнес-аналитики. И они будут поставить текст, и у них все работает. Мы все заворачиваем в директив. Здесь можно сделать то же самое, и это будет работать, что мне понравилось, что он работает очень хорошо на последнем Android, Android L. Потому что оно все тонативно. Ну, в принципе, перспективная штука. Вы посмотрите, не упускайте компонентов, потому что они сейчас развиваются. Они будут в Angular 2.0, и будут идти нибудь еще. Может, Эмбер их возьмет. И, видимо, они сейчас очень входят в нашу жизнь, и надо бы не уйти в тот момент, когда придет молодой разработчик, и скажите, я думаю, у них нечем отборчить. Спасибо, ребята. Еще один вопрос. Еще вопрос, подождите вопрос. Полторы минуты грузит 300 гигабайт инфы. 300 гигабайт. Килобайт, да. Просто явно из протокола файл запускали. Да. 79 запросов. Он просто и любит в страницу каждую JS-ку. Нет, там он спрашивает, это из протокола файл ты запускал или нет? Ты скажи там микрофон, что протокол файл никак не работает, сервер нужен. Ты уже в финал. Да, да, да. Протокол файл не используется, потому что у вас был доменный запрос. И для этого нужен сервер. сервер для того, чтобы подгрузить этот HTML. Поэтому нужен сервер. И поэтому у нас качает. Да, сервер это проблема. Получается, если он скачивается, полетирует, ну, в ронтайме, он получается по юзераметному определяет, что надо срочетать. То есть, как он определяет, кем он уже трюсил. Я так понимаю, люди, они сразу не следили с этого им файла, потому что это в процессе срочетать и подкачивает. Ну да, смотри, там еще есть какая-то ситуация. Ты, там борщик бобера, да? Скорее всего, если я могу чачать. Я, я, честно вам скажу, я скачал ЗИК. Я скачал ЗИК, закинул лапочку, там этот бобер комонен был. Я просто подчеркнул все руками. То есть, если мы будем установщик бобера, например, чачать через установщик бобера, то, возможно, остается все жужжет, подключен сервер на плате, и это все будет меньше. Плюс, я, допустим, с последним в файерфоксе интервьюзил, и да, мы видим, что поддержка файерфокса очень минимальна, поэтому он любил все. То есть, в хроне, если я это сделал, он бы был быстрее, но у меня производительность одинаковая. Все работает. Ну ладно. Купи компьютер. Ха-ха. Нормальный. Окей. Моник отцовый подход, поменял все агенты и все. Ну, скорее всего, надо было сказать. Ну, это не так. Хотя, возможно, да. Ну, что, ребят, еще вот в смысле здесь? Ну, давай. Что жди. Например, если у вас есть два компонента, я не допислю на вас, и как они с блогами, которые будут с собой общаться? То есть, API выставляет все компоненты. Например, у меня есть каунтер, я создал второй компонент, я хочу знать, кто это, кто это действует. То есть, он будет с помощью такой элемент, такой компонент . То есть, как же JavaScript сейчас будет понятно? Там не же JavaScript. Я написал JavaScript. Я написал JavaScript. Я написал на E5 API, который мы можем использовать для DOM элементов. Если мы используем полимер, у него JavaScript нет. У него ты просто описываешь структуру, которая будет работать. Да, там можно, допустим, обвернуть это в какую-то функцию, которая будет итерировать и делать какой-то глобальный скоп, изменять. Но внутри как бы тут в чем фишка? Ты должен переосмыслить свою архитектуру полностью. Как ты строишь компоненты? То есть у тебя компонент, допустим, он может включать в себя другой компонент. Он может… То есть у тебя общий компонент. Это как в Angular, да? То есть ты запилил какое-то приложение большое и оно все контролирует, ты там между скопами… Да. Да. API компоненты, оно как бы на самом деле важно. То есть хочу я получить кант за компонентом. То есть… На каких компонентах вы составили? Или просто компоненты? Это компоненты… А, то есть JavaScript… Ну тут нет JavaScript. А на самом деле у них очень жесткий API. То есть… Как мелочь из какого-то там места получиться… А на самом деле можно взять этот элемент и потом… Этого элемента взять shadow.dom.root и короче там… Ну короче протираться вот такой через такой. Потому что они же… он компилируется получается. Когда ты его запускаешь, он скомпилировался, у тебя уже готовый есть shadow.dom.элемент, который вставлен, да, скомпилирован. И соответственно тебе надо через него переступить, для того чтобы взаимодействовать. Ну тут поскольку то да. Поскольку я понял. Но элемент же в обычном доме появляется. В принципе его можно в обычном доме тоже поменять. Да. На самом деле я жду дома есть API уже, то есть через которые вы можете задать с этими метками, которые построены на базе. Ну это как бы сейчас это не так широко используется, для того чтобы это просто вот так использовался. В последствии я думаю, что они допиливают это постоянно, потому что некоторые элементы, которые вот я смотрел с резиденцией, которые уже были декреплены. И потому что они работали по-другому, например. Вот. Поэтому ну это 0.5 версия. Они развиваются и можно только нормально, наверное, смотреть на него, когда он будет там хотя бы первой, если он доживет до нее. Вот. Но они очень развивают свою инфраструктуру. Я думаю, что они потом смержат вот эти все технологии, которые они используют там типа Дарта. Там есть… Они еще выпустили еще один JavaScript язык. Вот. Это сложиться в свой Angular, и вот эти вот компоненты и сделают какой-нибудь один глобальный, на котором будет строиться Chrome. Да. То есть можно же атрибут какой-то заэксползив на верх, да, и этот вот это будут менять. Ну то есть те же сатрибуты иしきллбэти правильно, ватрибут связываться друг с другом. Атрибут будет непосредственно, скорее всего, вynier. Ох, сейчас наталка. Ну то есть майкампанее, например, я сейчас не готов на ответить на этот вопрос но в принципе такое возможно да ну да я и да я отрываю у вас время на кофе впрочем спасибо его сейчас у нас большой перерыв минут 15 там есть кофе печеньки чаю что хотите водички наклейки майки все можно получить бесплатно без sms без регистрации 15 минут возвращайтесь обратно ждет нас jQuery